Единый день диспансеризации с каждым разом становится все более востребованным среди дмитровчан. Это прекрасная возможность одним днем пройти специалистов и сдать все необходимые анализы, чтобы проверить состояние своего здоровья. Единый день диспансеризации проходил с 9 до 14 часов в здании физкультурно-оздоровительного комплекса стадиона «Локомотив». Сегодня это четвертая диспансеризация. Дело в том, что ранее мы когда проводили, мы получили положительные отзывы наших жителей и считаем, что действительно такая возможность в очень короткое время пройти обследование. Очень важным является то, что результаты диспансеризации размещаются в медицинской карте, в единой системе и медицинской информационной системе. И потом через госуслуги можно получать справки при необходимости поехать в санаторий или востребовать для каких-то посещений других медицинских учреждений. Я хочу сказать, что та же флюорография действует в течение полугода. И самое главное – это предотвратить те заболевания, которые не видны, и такие, как онкология или, допустим, сахарный диабет. Вот такие предварительные обследования могут на ранней стадии остановить очень страшные и неприятные заболевания. Все желающие смогли пройти первый этап диспансеризации, где нужно было заполнить анкету с вопросами на выявление хронических неинфекционных заболеваний. Сделать антропометрические измерения – это рост, вес, объем талии, определить индекс массы тела, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ и, придя на тощак, сдать общие и биохимические анализы крови. Продолжаем проводить подобные акции. На данный момент, на 11 утра, у нас уже прошло 150 человек диспансеризации. Для того, чтобы принять участие в едином дне диспансеризации, не требовалась предварительная запись. Все, что необходимо – это иметь с собой полис ОМС и паспорт. Я хочу поблагодарить руководителей предприятий, которые довели информацию до своих коллективов. По телевидению хочу сказать большое спасибо, потому что мы спрашивали, как вы узнали о диспансеризации, узнали именно из телевидения, из средств массовой информации. Но считаю, что еще мы будем обязательно к этой практике неоднократно возвращаться. Консультацию по результатам исследований можно получить как в очной, так и в заочной форме по телефону. Тех же, у кого будут выявлены отклонения, пригласят на более развернутую диагностику. Впечатление, конечно, хорошее. То, что еще первый раз я такое вижу, что говорят, что везде все платно, а тут бесплатно. Это самое главное. Ну, будем сейчас смотреть все, проходить. Замечательно. Можно в выходной день пройти врачей без очереди и узнать, как здоровье. Все нравится. Пока что измерили вес, давление. Все хорошо. Спасибо. Я второй раз прохожу. Вообще стараюсь следить за своим здоровьем. Здесь очень удобно. Так организовано все очень квалифицированно. Талантливо все доброе, отзывчивое. И очень удобно то, что можно в свободное выходное подойти и пройти диспансеризацию. И успела пройти сдачу крови. Потом глаза проверила. Нравится четкость организации, чистота. Соблюдаются все правила гигиены. Люди не спешат, люди спокойны. Спасибо. За время проведения единого дня диспансеризации на стадионе «Локомотив» обследование прошли 234 человека. В целом, по Дмитровской областной больнице мероприятие также проходило в этот день в Яхромском и Синьковском филиалах прошли 325 человек.